мастер своего дела и сегодня я предлагаю приготовить замечательное ароматное малиновое варенье на зиму такая заготовка вам обязательно понравится рецепт невероятно простой оставайтесь со мной и я расскажу что нам потребуется для приготовления вкусного ароматного варенья для приготовления аппетитного ароматного малинового варенья нам потребуется 1 килограмм малины 1 килограмм сахара если вы хотите увеличить количество заготовок значит увеличивайте пропорции ингредиентов очень важно перед приготовлением подготовить ягоду если вы используете малину со своего садового участка, достаточно просто перебрать ягоду, удалить лишний мусор и готовить малиновое варенье сразу после сбора ягоды. Если же у вас ягода покупная, то ягоду необходимо промыть через дуршлаг. Стоит по максимуму исключить лишнюю жидкость в варенье. Тогда оно получится более густым и сохранит больше полезных свойств. Итак, приступаем к приготовлению самого варенья. Первым делом подготовленную ягоду нам нужно пересыпать в кастрюлю, либо в таз, в который мы будем готовить варенье. У меня ягода садового участка, поэтому я ее не мыла. Посмотрите, вот такая замечательная ягода у меня. Я пересыпала ее в кастрюлю, в которой буду готовить само варенье. И сейчас нашу ягодку нам необходимо пересыпать сахаром. Я уже подготовила сахар. Здесь у меня ровно килограмм сахара на килограмм ягоды. Засыпаю малину. Вот таким образом пересыпаю всю ягодку. В таком состоянии ягода должна простоять 3-4 часа. Очень важно, чтобы малина выделила сок. Если вы не располагаете большим количеством времени, дайте постоять ягоде в сахаре хотя бы час. Итак, ждем. Дорогие друзья, моя ягода стоит уже в сахаре 3 часа. Посмотрите, сколько сока выделилось. Вот так все это выглядит. Теперь уже можно готовить варенье. Отправляем кастрюлю с малины на плиту и доводим до кипения. Готовим на среднем огне вначале. Ставим кастрюльку на плиту, доводим до кипения. Посмотрите, уже закипает ягода. Выделяется еще больше сока. Сахар полностью сейчас растворится. Перемешиваем обязательно только деревянной лопаточкой. Можно использовать деревянную ложку. Сейчас, после того, как малина закипит, мы будем готовить варенье на медленном огне в течение часа. Я убавляю огонь. Периодически будем помешивать нашу ягоду. Вот так красиво кипит наше варенье. Пенку, которая образуется, мы убираем. Аккуратно снимаем пенку либо деревянной лопаткой, либо деревянной ложкой. Готовим малиновое варенье мы без добавления воды, без каких-либо пищевых добавок. Только сахар и ягода. Посмотрите, какое красивое варенье. Снимаем пенку и продолжаем готовить. Дорогие друзья, мое малиновое варенье кипит уже почти час. Сейчас мы проверим его на готовность. Поступаем следующим образом. Небольшую часть варенья отправляем на тарелку. Тарелочку сейчас поднесем к окошку. Проверяем готовность. Проводим ложечкой в сторону и смотрим, если остается белый след, значит наше варенье готово. И теперь мы можем переливать его по баночкам. Дорогие друзья, посмотрите, какое замечательное малиновое варенье у нас получилось. Такой яркий, насыщенный рубиновый цвет. Я подготовила баночки, простерилизовала их. Крышки прокипятила 3 минуты. И теперь буду переливать наше варенье по баночкам. Разливаю варенье в горячем виде. Берем баночку. Прежде чем начать переливать варенье, хорошо его перемешиваем. И разливаем по баночкам. Вот такое красивое варенье. Очень ароматное, вкусное, а главное полезное. Очень красивый цвет у нашего варенья. Вот такое замечательное варенье мы сегодня с вами приготовили. Дорогие друзья, посмотрите, какое замечательное варенье мы сегодня с вами приготовили. Это очень ароматное и полезное варенье из малины. Варенье очень вкусное. Посмотрите, как оно аппетитно выглядит. В холодное зимнее время такое варенье прекрасно вылечит вас от простуды. Станет прекрасной палочкой-выручалочкой, если вы хотите приготовить ароматную выпечку. Дорогие друзья, мы сегодня с вами приготовили потрясающее малиновое варенье. Варенье получилось очень вкусным, очень ароматным. Имеет прекрасный, насыщенный, ярко выраженный цвет. Такое варенье обязательно вам понравится. Попробуйте! Спасибо, что вы были со мной. Не забывайте подписываться на наш канал «Мастер своего дела». Ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Всем пока! До новых встреч!